Сегодня 3 мая, и в этом видеодневнике я хотела бы с вами поговорить, обсудить скорее приметы и поговорки в Польше. Потому что на самом деле можно, да, приехать в страну, выучить язык, там узнать какие-то культурные особенности, но вот только, как говорится, знаете, если ты смог на чужом языке пошутить, и тебя поймут, то значит ты уже как бы внутри этого общества. Вот так же понимая, почему вы совершаете какие-то действия в качестве приметы, помогает лучше понять глубоко вашу культуру, народность и так далее, какие-то ваши суеверия. Именно из то, из чего состоит наш какой-то, может быть, культурный код и так далее. И, кстати, спасибо большое, что так хорошо посмотрели предыдущий выпуск, где мы съездили в польское село. И если вы хотите, чтобы таких роликов было больше, где мы изучаем польскую культуру, историю, вы можете нас поддержать, нажать кнопку спонсорства, или спасибо, чтобы мы могли такие ролики снимать чаще, качественнее и интереснее. Перейдем к приметам-поговоркам. На самом деле, познавание их в другой культуре, оно достаточно интересно, потому что интересно наблюдать, какие поговорки или приметы схожие, какие совсем другие и непонятные. Поэтому я буду называть какую-то поговорку и буду сама говорить, что я думаю, а вы, пожалуйста, пишите в комментариях, почему вы это делаете и действительно ли это так. Первая примета, она касается счастливых и несчастливых чисел. Ну, понятно, во многих странах несчастливое число это 13, но я прочитала, что в Польше счастливое число это 102. Хороший вопрос, почему именно 102 из всех чисел? Что это означает, есть ли какие-то корни у этого? Я не нашла какой-то информации, если вы знаете, пишите в комментариях. Даже как будто бы пишут, что вы так говорите про что-то удачно, типа это будет вечеринка на 102, типа супер вечеринка, или супер удачная, как-то так. Поэтому я до этого такого не слышала, честно говоря, и почему именно 102, это очень интересно. И у меня есть предположение, что, наверное, эта примета еще в ходу, но в ходу не в качестве суеверия, а скорее, наверное, словесной присказки. Если это так, поставьте лайк. Следующая примета касается вареников. Я, честно говоря, может быть, я ошибалась, я думала, что вареники, это скорее больше такое ваша, как, туристическая особенность, что ее, как бы, люди едят на улицах, но не то, чтобы это было прям ваше какое-то семейное любимое блюдо. То есть, что не то, чтобы всем их ее активно едят. Вот. Но подозреваю, что нет, потому что поговорка касается того, что нельзя считать, когда варишь вареники. Потому что если ты посчитаешь вареники, когда их кидаешь и варишь, то обязательно они испортятся, какие-то из них. Пишите, соблюдаете ли вы такую примету или нет. Ну, наверное, это скорее больше не суеверие, а какая-то вот что-то, как переходит с поколения в поколение, говорят, не делать. Вот ты этого не делаешь просто, ну, потому что так принято. Например, когда... То, что мы не покупаем четное количество цветов. Не знаю, так же у вас или нет, но в России мы не покупаем четное количество цветов, не ставим их в вас. То есть, два цветка это только на похороны. Или четное количество. Это какой-то беде. Еще следующий примет, касающийся кулинарии, нельзя сидеть, когда печете пироги. Потому что, типа, тесто не поднимется. Ну, раз веселье, то тесто не поднимется. Логика, конечно, какая-то в этом есть. Но звучит, на самом деле, немножко по-старому. Очень сомневаюсь, что кто-то сейчас это соблюдает. Пишите, так это или нет. Наверное, это осталось где-то у ваших бабушек или как-то еще. Такого я не слышала. Но, во-первых, наверное, надо мне это попробовать, потому что у меня всегда тесто не поднимается. Возможно, мне не надо сидеть. Следующая примета касается гномов. Честно говоря, походу, в Польше есть какая-то вообще любовь к гномам. Особенно вот во Вроцлаве эти гномы стоят. Плюс я видела недавно интересный выпуск про то, как сообщество художников и гномы, как бы это было символом борьбы с советским режимом. Это очень интересная история, на самом деле. Можно как-то отдельно об этом поговорить. И есть поговорка, примета о том, что, ну, если у вас что-то пропало, надо выйти и позвать гномика и попросить его вернуть. Звучит достаточно абсурдно, на первый взгляд мне показалось. А потом я вспомнила, что нас тоже так делают. Всерьез, конечно, никто это не делает, но иногда я что-то потеряю и могу уходить и думать, там, чертик-чертик, поиграй, отдай. То есть просто у вас это гном, а у нас это чертик. То есть удивительно, как в разных культурах перекликается какой-то основной мотив. Просто меняется нечисть. Еще я видела пару таких примет, но которые, мне кажется, наверное, сейчас не очень соблюдаются и просто они как-то остались в культурном фольклоре. Это то, что считается, что люди, родившиеся в мае, они влюбчивы. У нас ничего схожего я с этим не знаю, поэтому подпишите, правда это или нет. А еще, что жениться надо, я прочитала, в месяцах, где есть буква Р. Объясните, какая в этом есть взаимосвязь? И так ли это? Вот, потому что он звучит достаточно интересно. И откуда вообще корни у этого? Почему буква Р? Меня тут поправили. Ошибочка. У нас тоже есть такая примета по поводу мая. У нас считается, что если ты родился в мае, то ты будешь всем всю жизнь маяться. Вот тоже опять получаются какие-то культурные перекликания, и это очень интересно. Следующая примета касается богатства. Оказывается, что когда ты видишь на улице монетку, ты должен не просто ее положить себе в кошелек, когда увидел, а ты должен ее поднять и подуть. Потому что если ты на нее не подуешь, то она как бы считается или с энергией еще предыдущего хозяева, а не вашей. И вообще корни, я прочитала, идут от того, что считалось, что надо дуть на губы умершего человека. Жутко и странно, как это перешло на монеты, тоже вопрос. Вообще, я видела примерно еще такой небольшой скоб поговорок, которые, примет, которые касаются, как бы, я думаю, они есть везде. Это про черную кошку, бедную, несчастную, что нельзя переходить дорогу у черной кошки, или там то, что нужно кидать монеты в фонтан, и так далее. Интересно все же, какие вы соблюдаете приметы? Я вот просто задумала, что кажется, что это такой пережиток прошлого, и они не имеют смысла, но я тоже соблюдаю приметы чисто на автомате. Например, если я ушла из дома, у нас есть такая в России примета, может быть, у вас есть такая примета, если я вышла из дома, но вернув потом, что что-то забыла, надо обязательно посмотреть в зеркало. Почему? Я не знаю, но на всякий случай я это делаю. Поэтому пишите в комментариях, какие приметы вы соблюдаете. Еще хотелось бы, конечно, сказать, что очень грустно из-за того, что устроила моя страна. И я раньше очень хотела на этом канале разбирать какие-то культуры, культурные схожисти, чтобы мы друг друга лучше познавали. И как бы, ну, потому что мне казалось, что вот именно опознание культуры друг друга, оно помогает людям жить более мирно. Сейчас я как-то уже в это особо не верю, но мне все равно кажется важным, даже если не верится, продолжать делать то, что я делала, и говорить о каких-то культурных особенностях друг друга. Потому что многое схожего, многое из различного, и это очень важно. Поэтому подписывайтесь на этот канал. Здесь мы ездим по Польше, изучаем ее культуру. Можете поддержать этот канал или нажать спасибо. Я буду вам за это благодарна. Ну, и берегите себя.